МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СТОЯ! СТОЯ! Я СТОЯ! Ты как? СТОЯ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТОЯ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасьте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТОЯ! ДОПРЫГАЛСЯ? СТОЯ! О, тихо, тихо. Ну ты вообще, ну ты женщина. Старший лейтенант Горчаков. Люба. Конфетку хочешь, Люба? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Короче, вот тебе билет, вот командировочный. Груз-то дорогой. Дорогой. Ого, двести штук. Да. Если что, вы с меня потом спросите. Груз-то дорогой. Двести штук. Хотя я не помню за всю свою жизнь, чтобы дальневосточные крысятничали друг от друга. Да, да. Слушай, ты пересчитывать будешь? Да что ты, сынок? Я тебе не сынок, я силой. А у тебя погоняло какое? Это тебе надо погоняло. А мне это не по душе. Я пошел. Не мельтеши, Севый. Слушай, Бур, а чего это брат вас торпера на задание послала? Ну так, Севый, ты включай соображалку. Веня неприметный. С Веня я... ...погонечку пошлю. А еще в продуктовом работает. Прикинь, конфет мне полный карман отсыпало. Ну-ка, о! Да. Ты, Олешка, лучше оружие перед вызовами поверяй. Хорошо, я тебе журю. Да брось. И с начальством я тебя прикрыл. А так бы на раз тебя завалили, и все. Меня судьба индейка всегда вывезет. Я вот про Любу... Варинов идет. Сейчас начнет. Здравия желаю, товарищ полковник. Шапку надень, Деркач. Да-да. Уже вся управа гудит о твоих подвигах, Горчаков. А чего я-то? Что это за вид, старший лейтенант? Ну так стреляли, товарищ полковник. Так личик это умой, Гюльчатай. Сейчас. Так, сопротивление сотрудникам полиции, это уже тебе статья. Да это у меня и у корешей сплошные эти тяжкие телесные. Вот ты пишешь, оперуполномоченный Горчаков сам упал, мы его не трогали. А кто его избил? А правда кто? Скажи, чего ты молчишь-то? Давай говори. А мы в протоколе возьмем да запишем. Твои тебя так сразу зауважают. А еще лучше давай запишем, что они друг друга с корешем замесили. А чего? И главное, кто машины в Поволжье перегоняет? Ага. Не колешься, значит, клоун? Клоун? Да завали, ментяра. Я вообще под Дальневосточными хожу. Чего? За базаром следи. Ты чего, трубадур? А ты случаем не под Шишом ходишь, а? А то. Догонишь-то, клоун. Шиша я только что придумал. Вот смотри. Великий русский художник Шишкин. На, культурно просвещайся, так сказать. Пиши чистосердечно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Остановка Акуловка. О! Хорошо. Кстати. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эй, мужик, что? Дверь открой, а? Проспал. Проспал, понимаешь? Спасибо, мужик. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Значит так. Новость первая. Старший лейтенант Горчаков. А чего Горчаков-то? Чего сразу Горчаков? Приказ. Начинается. Приказом номер 1833-2014 Горчакову Олегу Вениаминовичу присвой название капитан полиции. Чего? Правда, что ли? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Правда, конечно. Поздравляю. Товарищ уже капитан. Ай, молодца. Поздравляю. Так я... Так это теперь зарплата ведь побольше будет, да? Ну что ты за человек, а? Я тебе про заслуги перед Отечеством, а ты про деньги. Да это я так к слову сказал. Ну так что, мужики, отметить надо, а? Отметим. Пьянки отставить. Ты сегодня отправляешься в Москву. Зачем? Для участия во всероссийской спецоперации. Опа! А это, случайно, никак с дальневосточными не связано? А ты откуда знаешь? Да так. Заметил, что наша мелкая шваль все время к дальневосточным примазывается, а? Да, ОПГ наглое со связями. Про похищение лекарств из онкоцентра слышали в новостях? Ну да. Вот. Операция проходит под контролем высшего начальства. Самолет в десять вечера, не опаздывай. А мы? А вы остаетесь. Все свободны. ОПГ. 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 Ну что, дашь китель или нет? Да, да. Да. Да найду я его, найду! Я все понял! Ну что, голубчик, думаете, я не догадываюсь, что вы решили меня в расход пустить? Отдайте, моя машина! Отдайте, моя машина! Отдайте, моя машина! Отдайте! Ген, нет ни копейки. Нет, ты вчера все пропил. Верешь? Есть у тебя деньги. Ой... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А как вы мой адрес узнали? Да ты чего, Люф? Забыла, где я работаю, что ли? Привет, нелки! СМЕХ Это что там за урод, а? А это кто? Это мой муж. Муж? Такой? Чё пришёл, мент? А ну-ка, подержи. Ну-ка, ну-ка. Это ничего, ничего. Он проспиться нормальный будет. Ты побудь с ребятишками, Люб, в комнате. Мы побеседуем. Пошёл вон отсюда, хахарь милицейский. Это моя жена. И хата моя. На пару слов. Мам, это кто? Сейчас как? Вы там его не защипите. Да всё хорошо, Люб. Мы разговариваем. Во-первых, это хата её родителей. Понял? А тебя, Оукаш, ещё раз здесь и увижу, башкотору. СМЕХ Вам что, четыре миллиона навара мало? Знаете, голубчик, ну, давайте так договоримся. За девять с половиной вас устроили? Да нет, это я рискую, голубчик. А вы сливочки снимаете. Хорошо. Вы можете организовать командировочку в город Ельск на мою малую родину? Зачем вы так, Олег? Да ведь наше дело семейное. Люба, давай на ты, чего ты выкаешь, а? Люба, я же всю ситуацию-то твою знаю. Соседи не раз в милицию вызывали. Правда, Олег? Он мой муж. Ну, знаешь что, муж-муж. А страдают дети. По статистике, именно такие мужья-то убивают своих жен, а потом калечат детей. Тебе кого жильчей, алкаша этого или детей? Да детей, детей. Вот. И подумай, как тебе дальше жить. А это что? Деньги. Я не возьму. А это не тебе. Это ребятишкам и за квартиру заплатишь. Всё, я пошёл. Мамуль, хозяин сволочь выкинул меня из хаты. Я поживу у тебя чуть-чуть. Вот бы отец за тебя порадовался. Царство ему небесное. Капитан. Теперь ты должен жениться, бестолочь ты такая. Ну, хотя бы на радость маме. Погоди, мам. Не торопи. Я уже только познакомился. Что? Опять проститутка? Тихо, тихо. Нет. Нормально. У неё дети. А что, у проституток детей не бывают? А, ты это прекрасно знаешь. Ой, а как у неё с жилплощадью? О, ну, комната. Зовут её хотя бы как? Люба. Любушка. Ох, облакошит тебя твоя Любушка. Мама! Где майонез? Там. Не, она хорошая, она работает в продовольственном на Байково. Мамуля, мне это, на службу пора. Ну, ты же даже не поел. Да, ничего, мам. Слушай, я тут, я холодильник сломал. С премией куплю новый. Обещаю. Вот опять. Ты всё время что-то обещаешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, скорая? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Бур! Бур! Веня пройдёк меня. Я его потерял. Вот она! Вот она! Моя первая капитанская зарплата! Держи, Георгиевич. И вообще сделай все красиво, ну как я обещал. Олежка, а ты вообще помнишь, что еще денег не должен? Прекрати деркать. Только не сейчас давай. Ладно? Деньги, деньги. Это знаешь, как говорится, был бы омут, а черти сами вылезут. Не-не-не, Георгиевич, тащи мне стакан граненый. Буду звезды обмывать. Правильно. Как обмоешь, так и пойдет. Да, так а я что против, что ли, мужики? Давай идем. Я сам хочу, чтоб поляна пожирнее была. Папа ж не... За счет заведения. Вот это я понимаю. Давай к нам. У меня вообще сейчас все пойдет. Карьерный рост, так скажем. Чую, фибрами всеми. Женюся, во-первых. Детей заведу, дом построю. Ё-моё. Ух! Ну что, за меня? Давай. За капитана. Да. Ну, за звезду. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ОЙ! 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 Ну что, доктор? Может, звезда сама выйдет, а? Выйдет, выйдет. По телу гуляет. Гуляет где-то. А может, я ее уже переварил? Может, и переварил. Черт. Кто там еще? Да, Любушка. Олег, ты прости, пожалуйста, что я так поздно. Ты бы не мог узнать, где мой Генка? Ну, все-таки не чужой человек, на душе нехорошо. Не могу я. В больнице я. Не знаю, доживу до утра или нет. Так надо. Я под прикрытием. Олег. Ты живой? Любушка. Ну, как ты? Да как. На уколах весь. Резать хотели. Я тебе здесь носочки принесла. Шерстяные. Вот. Ряд в больнице прохладно. Бывает. Холодно. Спасибо. Да тебе спасибо. А я смотрю, ты без табуретки пришла. То я опасаюсь. О, это ведь бабник. Да ты чего? Обижаешь? Чего ты кричишь-то? Да я самоверность. Я же мужик-то надежный. Чего ты кричишь? Ай. Да ты, если хочешь знать, ты у меня с детьми вот, на руках, как пушинка, летать будешь. Ты про своего Ханурика-то вообще забудешь. Боже, я так за тебя испугалась, про Генку своего совсем забыла. Нехорошо. А детей гонять, это хорошо, а? Олег, ты узнай, где он. Ладно? Я пойду. Люба, не уходи. Я не могу, у меня дети с соседкой. А ты придешь еще? Приду. Тебе чего принести-то? Да на секунду. Доброе утро. Просыпаемся на завтрак. О, наконец-то. Ты моя хорошая. А что это такое-то? Можешь завтрак? Какой завтрак? Какая еда? Это шавес. Вы чего? Вам назначена диета 1Б. Точно, Б. Я же не могу такое. Это орел траву не ест. Вы чего? Орлы, хотите быть здоровыми, не вредничайте. Мужики, а когда котлеты будут? Котлет не будет. Вообще? Вообще. А что это? По назначению врача. Слышь, мужики, а у вас что, то же самое? Приятного аппетита. Нет. Это попандос какой-то. Алло, Жан, привет. Слушай, мне помощь твоя нужна. Срочно. Вене? Здравствуй, Нин. Вот, пришел. 35 лет. 35 лет прошло, а я не могу тебя забыть. Сколько раз я пытался написать тебе. Все никак не получалось. Про жизнь я твою знаю, что муж у тебя помер. Ниночка, прими мои искренние соболезнования. Поздно же ты соболезновать пришел. Ты лучше скажи, что тебе теперь нужно. Ниночка, ну, ой, 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 ой. Что такое? Что ты сердца? Ой. Что? Проходи. Проходи. Сейчас, сейчас. Это тебе. Спасибо. Заходи. Нино, ты это, водички принеси. Таблетку запить. Принеси. Сейчас. Сейчас. Да. А у тебя что, сын есть, а? А какое тебе до него дело? Алло. А ты знаешь, что я всю ночь не спала? Ну неужели нельзя было матери позвонить? Мам, ну вот сейчас звоню. Ну в больнице я засел тут слегка. Да, все поняла. Доведет тебя твоя полицейская служба, как отца твоего. Всем привет. А где Олежек? Секундочку. Да, да. Да, да, сынок. Мам, главврач зашел. Я перезвоню, давай. Так сейчас тебе главврач. Осторожней, пожалуйста. Держи. Это тебе, витаминчики. Да. Ну а ты ж бедненький, с гастритиком. У вас же ментов работа нервная. Зато не соскучишься. Это да. Ну что новенького? Слушай, в клубе «Золотой карась». Помнишь такой? Ну-ну. Говорят, там в схроне куча стволов лежит. Да ты чего? Угу. Значит, клубешная мразь войну затеяла? Не похоже. Мне кажется, продавать собираются. А это еще лучше. Ранение оружия, да еще со сбытом. Статья 222-я до 8 лет. Да. Это тебе не хухры-мухры. Угу. А ты-то как, а? Я нормально. Да можно нулево девять. Это не делаешь. Я на Вазаре поспрашивал. Веня в Воронеж уехал. Билет-то он до Воронежа взял. Только там, походу, город Ельск есть. Родился он там. Там его искать будете? Да. Только вначале тебе повязку сменю. Ага. А что ты, Веня, такой добрый и добил тебя? Подставить меня решил. Чтобы все подумали, что мы с ним в доле. Братан, ты чего? О! А что, его до врага, чтобы переть? Кабана такого. Поехали. Ты давай. Там у своих поспрашивай. Че, кого? Может, кто-то слыхал про Дальневосточный? Да не вопрос. Но я их видела. Только в новостях. Они, кстати, онкоцентра воровали. Представляешь? Тихо. Че? Это карась. Ну и чего, что карась? Че, че. Тихо, не лезь. Это же в его клубе стволы лежат. Так все, я пошла, чтобы не запалили. Пока-пока. Давай, давай. Товарищ полковник. Да я-то нормально. Дружусь. В поте лица на больничной койке. Да наводочка у меня имеется. А то, что в клубе «Золотой карась» схрон имеется оружие. Ну да, брать их надо. Да вы что? Иначе министерская проверка нас всех на год премии лишит. Так это беспредел. Что такое? Все, на связи. Вы главврач Владимир Евгеньевич? Я. Очень хорошо. Значит так. Моя тетя ночью впала в кому. Почему? Дайте тетю. Сейчас, секундочку. Сейчас, минуточку. Минуточку, секундочку. Так. Мы предполагаем, что у вашей тети возникла аллергия на препарат. То есть врачебная отшивка. Тише, тихо, тихо, тихо. Не надо мне тише. Значит так. Либо вы разбираетесь, либо мы с сестрой пишем заявление. Бездрав или прокуратуру. Ну зачем же сразу? Всего доброго вам. Одну минуточку. Что? Добрый день. Капитан Горчаков. Максим Борисович, разберитесь. Ради бога. Разберитесь. Я могу помочь разобраться в этой ситуации. Как бы. А что? Послушайте, Горчаков. Вам главврач сказал, что вы больной. Ну? Ну так идите ради всего, святого, и лечитесь. Владимир Евгеньевич! Так я же недорого. Боже мой, это же Паша. Паша, что с ним? А вы кто? Боже мой, я родственник. Боже мой, Паша, что? Что тебя? Что, сильно его поломало? Да все будет хорошо. Боже мой, молодой такой. Как же это? Да что же это? Два дня все говорят о серпентане. Я не поленилась и заглянула в интернет. Что же это такое, серпентан? Друзья мои, вот. Серпентан, действующая лекарственная форма, серпентан. Я ничего не поняла. Это как Машу кафом не испортишь. У врача-анкондиспансера профессора Волха это сильнодействующее лекарство может быть материалом для производства синтетического наркотика. А это может подлить за собой очередные криминальные разборки. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, доктор? А это снова я. Да. А вы могли бы приехать в первую Ельскую городскую больницу? Ну, отлично. Тогда я вас жду здесь. С товаром. Паша, телефончик ты потерял? О, Паша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово, Отеркась, здорово. Олег. Ну, я, я. Кто ж ещё? Да чем, чем? Ничем. Ну, как говорится, кишка к кишке бьёт по башке. Ну да. Ну а вы-то там что, с клубом карася порешали? Да взяли одного шестёрку. Он не колется. Адвоката вызов. Ну. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, давай, перезвоню. Всё, бывай. Так, аккуратненько. О, а я чего, не в ту палату вошёл? Да нет, в самый раз. Так я могу поделиться. Спасибо. А то я до вечера не доживу. Да пожалуйста, пожалуйста. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот. На стулочку встань. Олег. Друзья дядя Винник кличут. Ясно. Скажи, дядя Винник, ясно. А тебе где столько жиротвы-то отвалили? Ты что, не желудочник? Нет, я сердечник. Да. Это у вас, у желудочников, диета. А у нас, пожалуйста, без проблем. А, ясно. А ты с какого района? Я, можно сказать, из другого города вообще. СМЕХ Ты детка не знаешь, Веню? Бывший мест, неблагостный такой. В кепочки ходит. Не, братуха. Я поспрашаю. 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 СМЕХ СМЕХ Здрасте. Бух ты мой. О! Любовь моя пришла. Ой, ты ну ты. Это он так шутит. Меня Люба зовут. Здравствуйте, Люба. Очень приятно. Здравствуйте. А чего это? Чего? Ну, тебе ж можно только кефир да бульон. Да ты чего? Это не я. Это дядь Веня ехал. Ты чего? Это я вот тут. А? А. Спасибо. Ты... Так а ты чего говоришь-то? Иванов я. Венимин Александрович. А история у меня такая, что и слов-то не хватит. А! Мы тут одного дружба знаем. Жанна! А он симпатичный. Жанна! Иди тебя так ждут. Секундочку, мы не путаем. Давай, давай. СМЕХ СМЕХ Константин Михайлов, адвокат Карася. Владельцы этого заведения. Ну а и вы, я как понимаю, наши дальневосточные друзья. Вот приехал к вам город к другу. Оказывается, его уже год как нет. Тоже помер. Вот. Иду по улице я. Тут как сердце мне схватило. Привезли вот сюда ни кошелька, ни телефон, даже паспорт посеял где-то. Ай-яй-яй. Вот такая вот история. Ты бомж, что ли? Ну, получается так. Ну, Олег, что ты... Ой! Ну зачем ты человеку душу ты рвешь? Нет уж. Вы уж извиняйте. Профессия обязывает. У нас у полицейских больничных-то не бывает, а? Ой, дядя Вень. Как же вам помочь-то, а? Да чем же вы мне сможете помочь? А знаете чего? У меня дома есть старый мобильник. Я в следующий раз к Олегу приду и принесу вам. Спасибо, милая, спасибо. А вы с Олегом-то давно уже дружите? Да нет. Ладно, я пойду. Лю, Лю, а ты чего это? Куда это ты пошла-то? Сейчас маманя придет. Она познакомиться ведь хотела. Она же ведь в магазин к тебе припрется. Ты чего? Нет, я не хочу. Я не готова. Вон, кефир пей. До свидания. До свидания, Люба. До свидания. Ну, я тоже. Пошел. Пошел. Дядя Вень, а ты-то куда? Куда? Так и куда-куда. У меня процедуры. Ну-ну-ну-ну. Аккуратно. Спасибо. Сюда. Угу. Тут менты одного нашего повязали. Про оружие расспрашивают. Конечно, не колется, но это явное выследие. В общем, так. Схрон надо перевозить, и чем быстрее, тем лучше. Бережонного Бог бережет. Надо сейчас не схроном заниматься, а нужно вычислить, кто у нас крысы. А еще лучше в ментовке человечек найти, который нас про облаву предупредит и на крыси его нашу укажет. Валерий Сергеевич. Валерий Сергеевич. Дедок говорит, дело у него к вам. Здравствуйте. Так, сынуленька, я вот тут тебе кое-что принесла. Это пить компотик. Пусть тут стоит. Так? А здесь твои любимые котлетки. Так? Сейчас. Вот. А это блинчики тепленькие. Ты любишь. Так, дальше. Это пирожочки. Обязательно с чаем попьешь, но попозже. И сейчас. Давай сюда. Боже, какой ты голодный. Что с тобой? Ходила я сегодня в магазин. В холодильнике смотрела. Боже, мне так один понравился. Дорогущий. Господи, ну, неподъемный для нас. Ты знаешь, а это ведь такая необходимость. Ну, я уже замучилась этим старым. Ну, ты же знаешь, как я. Я совсем забыл. Что? Перед приходом медсестра заходила. Ну? Нервные уколы надо. Какие такие уколы? Ну, как для желудка. Ну, для слезистой. Чтобы она не рвалась. Причем. Сыночка, ты мне честно только скажи. У тебя правда гастрит? Или что-то другое? Что-то серьезное более? Ничего, я не скрываю. Не волнуйся. Не переживай. Ну, гастрит это не разный. Я тебе говорю, маля. Береги себя. Я переживаю. Ты же должен меня понять. Да все будет хорошо, мамочка. Я позвоню. Давай. До свидания. Всего доброго. О! Здорово. Здорово. Заходи. Это... Ты... Ты куда это? А? Ты куда собрался? Да на работу вызвали. Понимаешь? Не справляются они без меня. Вот. Премия еще отдел лишить могут. Олег, я... Я к тебе. Насчет денежек. Даже не знаю, как тебе сказать. Согласишься ли ты? Ну, говори. Чего? Темнишь-то? Давай. Ты понимаешь? Ты понимаешь? Случайно в ВИП-палату слышал, как один бизнесмен ищет полицейского. Ну, чтоб помог он ему в кое-каких делах. Но за денежку. Ага. А твой-то какой интерес? Ну, как же, Олег? Десять процентов за наваживание, так сказать, контакт. Немного. Ух ты! О, судьба меня любит! Тружусь, не слезая с горшка, а? ВИП-палаты, говоришь? Ага. Карась, что ли? Это я не знаю. Ты передай, что я его во дворе у сквера подожду. Ага. Ага. Понял. Сейчас. А я к нему. Привет, Карась. Здорово, Олег. Что, проблемы у тебя? Тсс. Ну что, как жизнь-то? Служишь по-прежнему? В какое звание? Да служу. Летеха. В операх бегаю, начальство подняться не дает. Да, нелюди, звери. Что с них взять-то? Ну да. У меня к тебе просьба. Ты там это... Ты там узнаешь у своих, когда на мой клуб облава? Тридцать штук получишь. Ты чего, Карась? Тридцать косарей? Это ж лирика. Ты соточку гони. Ага. Ладно, давай сделаем так. Восемьдесят. Но при условии, что ты узнаешь, у своих кто на меня стучит. Давай по рукам. Годится. И полтос сверху. Почему полтос? Да нормалек. Я о лёкоть пошёл. Всё, давай, Карась. Э-э, какой нормалёк-то? Давай. Полтос ещё. Получается, что? Тридцать. Плюс пятьдесят. И плюс восемьдесят. Вадик, у меня там в телефоне калькулятор есть. Иди сюда. Где телефон? Здравия желаю, товарищ полковник. Ну да. В общем так, отправляйте наших в клуб карася. Я сделаю так, чтобы они вывозили стволы сегодня. А вы их тёпленькими возьмёте, да? А я буду брать за жабры карася. Ну как-как? Не знаю. Копчёвечка подскажет. Ну чё, Карась, я по нашим делам. Давай, давай. Садись, ну рассказывай. Ну так чё? Облава, сегодня давай вывозите срочно. Чё там у вас есть? Ну ты молодец. Спасибо тебе. Чё спасибо? Ты бабусы давай гонять. Да ты не волнуйся. Когда всё кончится, я тебе всё заплачу. Заплачу. Телефон давай. Да быстрее. Опачки. Ничего себе. Вот этот. Э. А ты уйми своего покемона. Сядь. Вот ты. Тоже мне. Разве это свол фуфло? Вы нормальных сволок ещё не видели? Это ты не видел. У меня знаешь какие стволы? Такие, что тебе и не снились. Какие? У меня... Нет у меня никаких стволов. Я легальный бизнесмен. Я оружием не торгую. Ну да. Я сейчас. Чего? Да у меня же заворот. Кишок. Ну давай иди уже. О, опять ты. А в чём дело? Что такое? Да в чём дело? Нет понял? Так, ну-ка тихо все. А чё так долго мы трубку не берём, а? В общем так, слушайте меня внимательно. Сегодня будет облава. Сам знаешь, что надо забрать и вывезти. Оль, секундочку. Я сейчас подойду. Я буквально носику и пудлю. Хорошо, пути? Марго! Подними настроение, мальчик. И не забудь мой винторец взять из сейфа. Ты меня понял? Чё с ключом? Слышишь ты, придурок, я тебе башку отхручу. Я тебе этот ключ, которого у тебя нет, знаешь, куда засуну? Да где же ОМОН-то, а? Где? Почему задерживаются? Они во двор выносят какие-то ящики, похожие на ящики с оружием. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ВЗРЫВ 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 Ты чего орёшь там на всю больницу? Здесь тишину надо соблюдать. Я в гробу видел тебя и твою больницу. Да успокойся, эй. Да успокойся. Эй. Эй. Раз, два, три. Люди! Спасите! Убивают! Убивают! Что здесь происходит? Доктор, на меня поглощение. У меня плохо сидит. Горщиков, что это? Горщик, теперь медицинскую помощь. Больной не может выговорить слово задержание. Логопед есть. Тащи его сюда. Горщиков, какой логопед? Что вы здесь устроили? Кислородную подушку дайте. Я вызову полицию. Кислородную подушку. Приплыл ты, Карасик. Я тебя, знаешь, в одном только прочесал. Я же не лейтенант. Капитан я. Ага. Да. Алло, алло. Да, ну что, Горщиков, красавчик. Нашел я этот винторез. Думаю, что пальчики там этого карася сто процентов есть. Так что я его сейчас сразу к нашим экспертам. Ну и все. Все, пока. За своего босса я вам отвечаю. Человек надежный, дальневосточный, безусловное уважение имеет. Так что все, что в наших силах, сделай. Нам бойсясь сначала. О, кстати. Скоро подъезжаем. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Это Карась. Да, босс? Горчаков что? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я подъеду. Че там, проблемы? Да надо с одним ментенышем разобраться. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК